Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про такую штуку как background layer. Давайте начинать? Поехали! Буквально урок тому назад мы с вами разбирали такую штуку как M-Logo. Сегодня с помощью него мы проэкспериментируем на background layer. У нас имеется вот такой вот 9-секундный отрывок. Давайте поменяем, найдем мой логотип. Подставляю я логотип и портирую его. Кстати, можете посмотреть еще урок по импорту. Выбираю логотип, но не важно. То есть сам факт, что мы немножко поменяли конструкцию всей этой истории. Выбирается наш файл, что-то Mac подвис. Нажимаем Apply Clip. Ну и теперь мы видим, что у нас имеется вот такая вот оранжевая полосочка над нашей тайм-линией. Если вы перейдете в Final Cut Pro сверху и зайдете в Preferences, то имеется такая вкладка как Playback. В ней имеется такая штука как Background Layer. Здесь по умолчанию стоит галочка и в моем случае это Start After 0.3 секунды. То бишь начало этого Background Layer после 0.3 секунды того, как вы не трогаете Final Cut. То есть сейчас мы с вами находимся в другом окошке. И как вы можете наблюдать, Final Cut уже отрендерил в Background уже 3%. То есть нам немножко нужно подождать для того, чтобы это видео отрендерилось. В чем прикол? Если сейчас я его запущу, естественно Background Layer останавливается. И мы видим, что все очень жестко пролагивает. То есть прям по кадрам проигрывается. Давайте подождем пока этот Background Layer справится со своей работой и я вам покажу результат. Итак, рендер у нас закончился. Давайте включим видео. И теперь мы можем наблюдать, что все проигрывается без лагов. То есть FPS у нас не падает, без каких-то дроп фреймов. То есть все происходит довольно-таки плавно. Еще немножко хотел бы рассказать о том, что это вообще такое. Если вы перейдете в настройки, в Preferences и здесь уберете галочку. То есть этот рендер отключится. Тем самым при том, как вы будете, например, отходить от компьютера, никакой полезной штуки он делать не будет. Если же вы его включите, то, например, вы ушли там на час, вернулись, ваше видео уже прорендерилось в фоне. Тем самым оно будет потом быстрее экспортироваться каким-то видеокодеком, как вы это делаете. То есть это, опять же, плюс, и я не советую его отключать. Например, вы перенесли каких-то три фрагмента, да, и не хотите, чтобы, например, вот этот по центру сейчас прорендеривался. Он вам мешает, например. Вы просто на клавиатуре нажимаете на клавишу вебера, которую я неоднократно уже рассказывал. И Final Cut будет прорендеривать уже совершенно другое видео, которое идет дальше. То есть таким образом это можно пропускать. Но, опять же, пользуйтесь Adjustment Layer, который помогает вам делать цветокоррекцию. А, например, если компьютер у вас ступит, просто отключать потом Adjustment Layer. И тем самым у вас рендер будет происходить намного быстрее, не так все сильно будет лагать. Я думаю, что если у вас остались вопросы по Background Layer, напишите обязательно в комментариях. Пишите мне в личку также вопросы. И в комментариях пишите вопросы. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok